Честно говоря, Руслан, как маленькая девочка, надеялась на то, что коронавирус обойдет Башкирию стороной. А сейчас вот боюсь, а вдруг как в Италии получится? Слушай, ну наивно было рассчитывать, что коронавирус, который захватил всю Европу, до нас не доберется. Это был вопрос времени, рано или поздно. Много людей туда летает. Слушай, ну то, что касается Италии, это, конечно, крайний случай. Та трагедия, которая сейчас там происходит, на самом деле, по большому счету, это из-за собственной несерьезности, его беспечности и неготовности ко всему. А ты считаешь, что мы подготовились хорошо? Ну вот что, руки научились мыть, гречку всю скупили, маски все скупили. Что, как? Слушай, вот насколько государство готово к этой ситуации, пока же в ближайшее время. Но ведь важно, чтобы и граждане тоже были готовы. По крайней мере, мы морально готовы к тому, что происходит. Хорошо. Если не здоровье, так с экономикой сейчас какая-то, мне кажется, будет беда. Что, будем мы ходить на работу? Не будем. Посадят, может, всех на карантин. Слушай, Алсун, ну вот кто рассчитывает, что это его обойдет, кто обойдет его стороной, паниковать не надо, да? Ну, это коснется всех, так или иначе. И нам надо всем понять, что все это серьезно. И что это изменило нашу жизнь. И это не сон, да? И вот то, что происходит, мы сегодня будем разбираться. И покажем. Сегодня в форс-мажорном выпуске, честно говоря, форс-мажорная тема. Про коронавирус думали, когда увлекали? Ну, думали, не боялись. Поездки за границу – это крайне опасное приключение. Количество заболевших однозначно возрастет. Жарко в нем? Всего нужна прерывность. Ну, так и мазкищик. Есть особенность? Печальный пример Италии. К сожалению, стариков тут косит, как косой. Сегодня в форс-мажорном выпуске, честно говоря, форс-мажорная тема. Коронавирус. Ситуация меняется стремительно. И вот уже в Башкирии появились свои первые заболевшие. Коронавирус изменил все аспекты нашей жизни. Мы рассказываем вам все, что сами узнали о происходящем. Карета скорой помощи доставила в 4-ю инфекционную больницу Уфы нового пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Отдыхал в Европе, вернувшись, почувствовал себя плохо. На госпитализацию долго не соглашался. С виду все буднично. Даже сопровождающий его медик без защитного костюма. Врач в инфекционке встречает уже в полном противочумном обмундировании. Жарко в нем? Есть немножко. Все можно привыкнуть. Анализы что с собой представляют? Мазочек из ротоводки, мазочек из носоводки. Упаковываем и в ЭГУС отправляем. Результатов анализов пациента дожидаются вот в таком достаточно комфортном карантине. В боксе отдельный туалет, душевая, кабельная. Сюда могут передать и домашнюю пищу. Примерно равномерно поступает сутки двое-трое пациентов примерно. Если появится заболевший, надо будет вычислять лиц, которые с ним контактировали. И все равно эта информация будет доведена до его знакомых, кто заболел. А этот знакомый все равно передаст кому-то информацию. Поэтому эта информация все равно уйдет. Ее невозможно скрыть. Борьба с коронавирусом – это еще и настоящий подвиг врачей. За первыми зараженными в больнице закрепляются определенные медики, которые не смогут покинуть лечебное учреждение в течение нескольких недель, чтобы случайно не вынести вирус за пределы. Списки врачей-добровольцев уже составлены. Осматривая реанимационные палаты, здесь, в инфекционной больнице, Ради Хабиров резонно интересовался количеством аппаратов искусственной вентиляции легких. Известно, что коронавирус вызывает серьезное осложнение дыхания. Сколько у вас аппаратов ИВЛ? У нас 7 аппаратов ИВЛ, 2 на ремонте, 5 сейчас рабочих. В настоящее время у нас достаточное количество аппаратов ИВЛ. У нас только одних искусственных вентиляций проводится. Более 500 штук находятся в нашей сети. Еще есть аппараты переносные, еще есть аппараты, которые у нас используются для неинвазивной вентиляции легких. Арсенал ИВЛ еще пополнится в ближайшее время. На это из федерального бюджета выделено республике 30 миллионов рублей. До недавнего времени анализы на коронавирус делали только в Центре эпидемиологии и гигиены. Теперь специальное разрешение получили еще 5 республиканских лабораторий. На случай массовой госпитализации в Башкортостане подготовлено 1700 коек. И уже сегодня начнется строительство нового корпуса инфекционной больницы, анонсировал Андрей Назаров. По его заявлению, технологии позволяют возвести необходимое за полгода. Объективные и достоверные информации сегодня не менее важны, чем вакцины или маска. Именно поэтому в этом здании каждый день собираются на бризик члены оперативного штаба. Анна, вот в обществе тревожное настроение, такая общая атмосфера, чуть ли не близкая к панике и психозу. Скажите, пожалуйста, насколько это оправданно, вот ваше личное отношение к этому, как специалиста и как человека? Ну, это не оправдано в рамках психоза и паники, потому что оснований для этого нет. А вот настороженность должна быть. Настороженность должна быть к своему социальному поведению, как перемещаться. Вы про ответственность говорите, да? Да, безусловно. И настороженность, в первую очередь, должна быть к своему здоровью. И здоровью своих близких. Есть такое мнение, что опасность коронавируса сильно преувеличена. Вот вы, как специалист лично, как считаете? Не зря с самого начала это заболевание отнесли ко второй группе опасности. То есть вирус – это второй группе патогенности, это особо опасный вирус. Да, он не дает такой высокой летальности. Заболевают преимущественно и погибают лица старшего возраста, у которых множественные хромические патологии. В основном это легочная система, сердечно-сосудистая система и желудочно-кишечного тракта, то есть когда понижен иммунитет. И этот вирус находит, к сожалению, благоприятную почву в организме таких людей. То есть отличительная черта вируса – это, во-первых, то, что нет вакцин от него. Пока. Пока и она разрабатывается. И в первую очередь потому, что развитие от начала заболевания до его тяжелой формы происходит очень быстро, в течение 4-5 дней. Какие элементарные меры безопасности должен предпринимать каждый человек? Какие? Ну, изначальное перемещение. Конечно, сейчас все мы понимаем, что поездки за границу – это крайне опасное приключение. Поэтому максимально ограничить в рамках государственной работы – это только командировки по особым поручениям, а обычным гражданам просто мы не рекомендуем путешествовать. В рамках Российской Федерации путешествия, поездки возможны, но при соблюдении обычной гигиены. Мыть руки, в людных местах носить маску, почаще обрабатывать свои гаджеты. Проветливать помещение, соблюдать режим труда и отдыха, то есть чтобы у нас мог работать организм без стресса и иметь силы для сопротивления любой инфекции. Каждый гражданин, я считаю, обязан позаботиться как о себе, так и о своих близких. То есть он в обязательном порядке, необходимо исключить контакт с больными, затем соблюдать меры личной гигиены – это тщательный мытье рук. Почему? Потому что в основном это заболевание передается большей частью контактным путем. Тактильно? Тактильно, при прикосновениях и так далее. Поэтому не зря во многих странах сейчас просто-напросто запретили рукопожатие, поцелуи и все прочее. Хотя это в целом принято для Европы. Какую дистанцию надо соблюдать? Безопасную примерно? Безопасная дистанция по последним расчетам – это метр. То есть если для гриппа кори, мы говорим, полтора метра и так далее, то здесь метр. И уже это исключает возможность контакта с больным. Но все же необходимо предохранять свои слизистые от попадания туда вируса. Для этого лучше всего носить маски. Мы сегодня объехали несколько государственных аптек. Пять. Только в одной из них было наличие масок. Как эта ситуация решается? В настоящий момент у нас решается по нескольким направлениям. Первое. У нас в республике организовано несколько точек по производству многоразовых марлевых медицинских защитных масок. Это раз, которые позволят использовать их многократно. Дополнительная сеть госаптек «Башформация» заключила контракт и в течение следующей недели ожидается поступление одноразовых медицинских масок. Какое количество нам необходимо в принципе? Ну здесь сложно оценить то, что все зависит от того. Миллион масок, 500 тысяч масок. Сколько нам нужно? Все зависит от того, будет ли у нас заболевшие, какое будет состояние. Могу одно же сказать, что необходимое количество средств защиты для медицинских работников в настоящий момент есть в полном количестве и в полном объеме. Дополнительно сейчас на уровне правительства решается вопрос о дополнительной защите и выдаче медицинских масок для госслужащих, для работников транспорта, для работников многофункциональных центров. Которые по долгу своей службы или работы общаются, контактируются с людьми, да? Совершенно верно. Да, совершенно верно. Я думаю, что в ближайшее время, мы на это все надеемся, вакцину сделают. Ну и вакцину, и лекарства подберут, потому что вакцина, понимаете, даже сейчас у нас в России расшифрован полностью геном этого коронавируса и на основании этого подготовлены несколько видов провакцин, то есть первичные как бы. Сейчас они будут отрабатываться на животных, но для того, чтобы запустить их полностью, потребуется, по различным данным наших научно-исследовательских учреждений, потребуется от трех шести месяцев, возможно, до трех лет. То есть рассчитывать на один-два месяца не стоит? Нет. Это нет. Это иллюзия. Максим Васильевич, вот ваш прогноз как человека и как министра здравоохранения на развитие ситуации. Я понимаю, что сложно прогнозировать, но все-таки оптимистичный сценарий, ну и худший, пессимистический. Ну, я думаю, что количество заболевших однозначно возрастет, так как у нас еще более полумиллиона граждан Российской Федерации находится в той или иной зарубежной стране, и есть риск, что они могут заразиться и стать источником завозной инфекции. Поэтому новые случаи, к сожалению, пока неизбежны. То есть мы пока находимся только в начале этого пути? Совершенно верно. Но с учетом уровня нашей медицины, с учетом нашего опыта, готовности, тех мер, которые предпринимаются на государственном уровне, победа будет заняться. У нас у всех перед глазами печальный пример Италии и некоторых других стран Европы. У нас этого не повторится. Я убежден, что мы будем делать максимальные усилия, чтобы таких сценариев у нас не повторялось. Мы оказались в новой социальной реальности, пресловутыми символами которой стали медицинские маски, гречка и туалетная бумага. Но шутки в сторону. Жизнь продолжается, хотя друг за другом закрываются театры, школы и другие общественные места. Чрезвычайные условия, чрезвычайные меры. В нашем материале мы рассказываем об условиях жизни в новой коронареальности. Тема запасов гречки и туалетной бумаги на фоне коронавируса явно раззадорила мастера социальной карикатуры Камиля Бузыкаева. Одна зарисовка острее другой. Художник считает запасаться у нас в генах. Почему гречка и туалетная бумага? Ну, потому что, ну, раз уж купил гречку, такой нескоро портящийся продукт, наверное, надо позаботиться о будущем и купить бумаги. И вот где гречка, там должна вот и туалетная бумага быть обязательно. Это же как хлеб и рамы, брат, сестра. Обходя опустевшие магазинные полки, наш корреспондент Тимур Давлетов оценивает масштабы запасливости жителей Уфы. Скупают в основном то, что подешевле. Порадовало Тимура, что не забывают и про корм для домашних питомцев. Здесь, как видно, почти все раскупили, причем они стоят по 15-17 рублей, а вот те, которые подороже, вот, 23, 29 и выше, они остались нетронутыми. Тут скупили, как нам министратор рассказала, 100 килограмм соли, 100 килограмм сахара, всю гречку, все макаронные изделия и всю туалетную бумагу. Тех самых запасливых Тимуру встретить не удалось. В поле зрения с полной тележкой гречки и бумаги попали незадачливые блогеры. Они пытались инсценировать ажиотаж ради лайков в интернете. Мы снимаем, на самом деле, это видео для контента, потому что сейчас ажиотаж идет. Люди очень сильно боятся остаться без туалетной бумаги. Ну и что теперь делать? Чтобы набрать подписчиков, да? Ну да. Скрести по сусекам никому не придется, уверяют региональные власти. Пригласили журналистов и показали полные закрома продовольствия. Допустим, у нас рыбы нет, у нас нет бананы, ананасы. И, наверное, это не первая необходимость, а вот самые основные виды продукции мы обеспечены полностью. Купить медицинскую маску и антисептик миссия с самого начала казалось невыполнимо. С ревизии журналист Разиф Абдулин пошел по госаптекам. Антисептик есть? Антисептик. Антисептик есть? У вас? Есть. Прекрасный. Хлоргексидин, конечно, антисептик, но силен только против определенных бактерий. Коронавирус он не убьет. Одноразовые маски в продаже сами фармацевты уже давно не видели. С недавних пор начали завозить марлевое, многоразовое. Но тоже дефицит. В одной аптеке все же Разифу повезло. Мы такие маски ищем. Есть особенности? Таких методов. Одноразовые. Губаш фармацтеля. Вот такие они многоразовые. Сколько стоят? Их можно стирать, обрабатывать. 80 рублей, три штучки. Проблемой дефицита масок озаботилось правительство региона. На сегодня уже 29 предприятий в республике, включая даже сувенирный губ Агидель, взялись шить многоразовые маски. Все дело в сырье и поставщиках. Все предприятия легкой промышленности, которые никогда не шили маски, то есть дайте сырье, мы будем шить. Они работают в две смены. То есть здесь такой большой маржи нет. Это чисто помощь, чтобы надо справиться с этой ситуацией. Здесь никакую выгоду предприятие для себя не ищет. Абсолютно. Вы обратились к жителям республики и призвали их, у кого есть возможность, к самоизоляции. Да, совершенно верно. Потому что это самый простой, эффективный способ предотвращения массового заражения и массового распространения. А какой период времени идет, вы имели в виду? Период времени имеется в виду 14 дней. В первую очередь это касается тех граждан, которые вернулись из-за границы. Так как случаев самостоятельного возникновения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации нет. Все случаи, которые сейчас есть, это завозные. За исключением нескольких случаев, которые случились во время контакта больных людей с своими близкими, которые и заразились. У нас реально есть возможность проверить, протестировать всех вернувшихся из-за границы? С сегодняшнего дня такая возможность появляется. По распоряжению главного санитарного врача на всей территории Российской Федерации начинают функционировать дополнительные лаборатории. Это не только лаборатория Роспотребнадзора. На территории Республики Башкортостан будет организовано 7 центров компетенции. Тем самым мы нарастим возможность продиагностировать, во-первых, в первую очередь тех лиц, тех граждан, которым есть необходимость по медицинским показаниям. И, конечно же, в дальнейшем всех желающих пройти этот тест. Также обсуждается на федеральном уровне о привлечении и частных медицинских организаций, чтобы те, которые могут это делать. Если условный житель нашей республики самостоятельно, добровольно хочет протестироваться, у него сейчас есть такая возможность? В настоящий момент самостоятельного тестирования не предусмотрено. Все тесты на новую коронавирусную инфекцию идут по назначению врача. По назначению врача? Только если есть симптомы и основания предполагать, что человек может привести заразу откуда-то врача. В первую очередь будут тестированы те лица, которые имеют показания из когорты, которые вернулись из зарубежных поездок или из территорий, имеющих неблагополучную ситуацию по эпид-показанию. Условный турист, житель республики, вернулся из-за границы, у него протестировали наличие коронавируса. После этого что происходит? Какой порядок действий? Если у нас выявится такой человек, то мы его изолируем и поместим в инфекционную больницу. В городе Уфы, в четвертую больницу в городе Уфы. Но у нас разные точки компетенции в зависимости от района в республике. Основные точки компетенции – это действительно наши инфекционные больницы. Изоляция дальше. Изоляция и начало лечения по тем рекомендациям, которые есть. Вот, допустим, если взять Уфу, миллионный город, без общественного транспорта не обойтись. И особенно в часы пик, когда автобусы полные. Как там уберечь себя? Или не пользоваться просто им? Ну, желательно, конечно, не пользоваться. Но это практически невозможно. Поэтому в обязательном порядке, не только в транспорте, вообще во всех общественных местах, ношение маски. Это в первую очередь. Во-вторых, минимизировать тактильные контакты между пассажирами. То есть руки пусть будут в перчатках. Тем более, пока еще погода позволяет носить демисезонные перчатки. Рекомендации во все транспортные организации, это в частности и электротранспорты, и автотранспорты, как государственных, так и частным перевозчикам, о необходимости обязательного двукратного, а лучше трехкратного, двукратной или трехкратной влажной уборки с применением Д-средств и обязательным проветриванием после каждого рейса. Вот сейчас наблюдается, благодаря, опять же, фейковым новостям, в том числе, такой потребительский ажиотаж, пресловутый синдром гречки и туалетной бумаги. Вот вы сам лично как к этому относитесь? Ну, знаете, людям не запретишь пойти что-то покупать. А началось это все с того, что просто-напросто показывали кадры из западных стран, где люди пошли покупать. У нас еще не было ни одного случая в России, а уже появился этот спрос. Но с чем связать? Просто-напросто это неуверенность в завтрашний день, скажем так. Потому что у нас, как, впрочем, и на Западе, люди далеко не всегда могут спрогнозировать свое дальнейшее будущее. В народе еще много стереотипов. Допустим, что вот употребление спиртосодержащих жидкости внутрь якобы помогает иммунитету. Это так? Нет. Вообще алкоголь в любом своем проявлении, он только ослабляет иммунитет. То есть это нагрузка на все органы и системы. То есть алкоголь негативно действует на организм. Поэтому в данном случае спирсодержащие только руки максимально протереть лицо. А такие вещи, как чеснок, лук, разные обереги? Безусловно, от любых вирусных заболеваний природные фитонциды, они как сопутствующие лечению. Да, они помогают, но они не лечат. Смотрите во второй части программы. На самом деле все очень серьезно, и уже несколько дней у нас действует режим чрезвычайного положения в стране. Люди очень сильно боятся остаться без туалетной бумаги. Почему гречка, туалетная бумага? Ну, потому что это же как хлеб-перамы, братцы-сестра. Самые основные виды продукции мы обеспечены полностью. Должно быть очень четко, ну, как на войне, да? Раз, два, три. Не надо нагнетать коронопсихоз, но и делать вид, что ничего не происходит, тоже не надо. Личная и коллективная ответственность сегодня выходит на первый план. Надо беречь себя и не подвергать риску здоровью окружающих. Настоящей беспечностью можно назвать поездку Гульнаса и Эльвиры Саптаровых на Гуа. В начале марта они улетели туда как самостоятельные туристы с пересадками через несколько стран. Одно из государств закрыло границы, и воспользоваться обратными билетами стало невозможно. И только благодаря помощи башкирских властей они благополучно добрались до дома. Про коронавирус думали, когда улетали? Ну, думали, не боялись. Хотел сказать огромное спасибо нашему главу Башкортостана Хабиру Вородиеву Фаритовичу и помощникам. Не оставили нас в трудной ситуации, помогли вовремя. Те, кто уехал за рубеж и не может вернуться, сейчас в центре внимания властей. Работает горячая линия. Каждая сложная ситуация решается в ручном режиме. Руслан, приветствую. Здравствуйте. Так, ну что, рассказывайте, что с ситуацией у нас. Руслан Абдулов из Кушнаренково наслаждался своей зимовкой на Филиппинах с середины января. Планировал остаться до мая, но власти солнечной страны объявили карантин и попросили туристов вернуться на свою родину. Изначально была информация около двух человек, это уже неделю назад. Двух человек зараженных, 600 метров от меня. Кроме того, вот в соседней комнате появился один зараженный, но мне сказали, он болеет пехорадки и деньги. Ну, как бы, как бы вот такая ситуация. Охота домой вернуться, честно говоря. У Руслана есть шанс вылететь специальными российскими бортами. Салават Нафиков взял его случай на контроль. 3200 человек, они все организованные туристы, да, то есть через туроператоры. Туроператоры все несут ответственность, они всех обратно привезут. Тут проблемы, я думаю, не будет. Другое дело, самостоятельные туристы. Про них информации очень мало. Вот кто-то дозванивается, кто-то родственник, и мы их собираем, кому-то уже помогаем выезжать. Каждый, кто вернулся из зарубежной поездки по решению российского правительства, обязан уйти на самоизоляцию на две недели. Но пока, кажется, не все осознают реальную опасность и свою ответственность. Так, инстаграм львица Гузель, вернувшись 19 марта из Таиланда, сразу отправилась по магазинам и в гости к маме. Все это транслируя на свою 200-тысячную аудиторию. На справедливое возмущение подписчиков отвечала оскорблением. Нас не проверяли в аэропорту. Единственное, что сделали. Это тепловизором по мере для нашей температуры. Анализы у нас никто не брал. Бумаги мы никакие не подписывали. Нас никто ни о чем не предупредил. Чтобы плохой пример блогера не стал в буквальном смысле заразителем, Ради Хабиров лично потребовал наказать интернет-провокаторшу, а остальных приезжих навестить. Сейчас сотрудники четырех ведомств обходят прилетевших из разных стран туристов для того, чтобы проверить, находятся ли они в изоляции. Двери не открывают. Разговаривают сотрудники через домофон, спрашивают паспортные данные, спрашивают, что нужно этим людям. Возможно, нужна медицинская помощь. Предупреждают, чтобы люди никого не звали в гости и находились в течение двух недель на самоизоляции. Тем, кто на стук в дверь не отзываются, оставляют напоминание о режиме карантина и вносят в списки нарушителей административного кодекса. Им грозит штраф до 80 тысяч рублей. В Госдуме сейчас серьезно рассматривают законопроект, ужесточающий это наказание до миллиона рублей и лишением свободы до трех лет. Личная ответственность каждого – это, наверное, номер один сейчас. Вот если взять по ступенькам, ступенька номер один, зона ответственности каждого, потому что именно от человека зависит, куда он отправится из аэропорта. Сядет в такси, уедет домой и самоизолируется, если он приехал из страны, предположим, которая попала в зону риска. Это Италия, Германия, страны шенгенской визы и так далее. Или приедет домой, примет душ, переспит и уедет утром на работу. И понесет туда возможную заразу, которая еще пока не выявилась. Поэтому зона ответственности, самоуважение к тому, что происходит, кто ты в этом мире, насколько ты несешь. Благо, либо ты несешь какое-то возможное зло – это сейчас самое важное. Строгое наказание за несоблюдение карантину существует и в других странах. Вот что рассказывает наша коллега Ирина Маторина, которая живет в Израиле. На самом деле все очень серьезно. И уже несколько дней у нас действует режим чрезвычайного положения в стране. И передвижение граждан серьезно ограничено. Само собой нельзя собираться большими компаниями, больше пяти-десяти человек. А если это происходит, то уже вмешивается полиция. Чем больше количества зараженных, тем громче звучат слова и призывы о том, что надо оставаться дома уже на полный карантин. Степень ответственности, мера ответственности, она чувствуется людьми совсем по-другому. Израиль всегда живет в ожидании некой угрозы. И это людей немножко все-таки дисциплинирует. А это видео из эпицентра коронавирусной инфекции – Италия. Особенно людям пожилого возраста надо просто забаррикадироваться в доме и даже с самыми близкими родственниками не общаться. У моего мужа родители 90-80 лет, они вот уже месяц сидят дома, им приносят продукты, кладут около порога. Мама открывает дверь, берет продукты, и вот они общаются на расстоянии двух-трех метров. Вот так вот. Потому что, к сожалению, стариков тут косит как косой. Ситуация с коронавирусом негативно отразится на целых отраслях бизнеса и экономики. И не надо питать иллюзии. Так или иначе, эта ситуация коснется каждого. Какие меры поддержки ждут предприниматели и бизнес от государства, мы разбираемся в нашем материале. Возьмет бизнес этот вес, покажет в ближайшее время. Карантин по коронавирусу первым существенно ударил по сфере услуг и развлечений. С 20 марта в Башкирии отменили все массовые мероприятия. В Башкирском театре оперы и балета это время кризиса обернули в возможность. Впервые вышли с прямой трансляции оперы «Кармен» в YouTube. Спектакль онлайн зрители посмотрели в три раза больше, чем физически поместил бы зал. Конечно, за это никто не платил. Но многие из тех, кто купил билет на это представление, сдавать их не стали. Мы же работаем для зрителя, для нашего любимого зрителя, который приходит, который не сдает билеты, а именно держит у себя, тем самым поддерживая культуру и искусство в республике. Сколько продлится карантин и вся эта ситуация, никто не знает, но все выступления приезжих артистов, запланированные до июня, сейчас переносятся на осень. Уфинские промоутеры просят не спешить сдавать билеты. Другие сферы каким-то образом все равно могут перебиваться, удаленно работать. Поэтому мы находимся в более тяжелой ситуации, нежели другие сферы информации и так далее. И я думаю, что какие-то все равно моменты государство должно предусмотреть для нас. Ведь у нас тоже сотрудники. Настоящая драма разыгрывается на туристическом рынке под срывом целый сезон. Тур-операторы предлагают законсервировать депозиты на путевке и воспользоваться возможностью отдохнуть в другое время. Вы сейчас деньги, 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 средства получить не можете. Раз не можете, они у вас депонированы, то есть заморожены. Соответственно, эта сумма средств остается у тур-оператора. И после стабилизации ситуации, которая должна произойти в ближайшее время, мы предполагаем, что к маю возможно, что стабилизируется ситуация, и тур-операторы начнут работать в штатном своем режиме. Тогда эти деньги, средства вы можете перенести на другую заявку, с другим выгодить на другие даты. И деньги, средства на курс не влияют, потому что вы оплатили по тому курсу, как вы оплачивали, и эти деньги у вас перенесут просто на другой тур. И все. Коронавирус сказался и на многих республиканских инвестпроектах, но и в этих условиях правительство ищет как новые возможности, так и способы поддержать частный бизнес. Сегодня буквально вышел фонд развития промышленности федеральный, то есть они объявили о новых мерах господдержки. Сумма поддержки будет от 50 до 500 миллионов рублей на два года, один процент годовых. И причем они прописали, есть предприятие там стратегически, либо оно уже проверено такое, не нужно будет ни банковской гарантии, ни залог оборудования, ничего. То есть могут два года предприятия под один процент брать деньги, вот с учетом именно коронавирусной инфекции. Бизнес на самом деле, его не пугает сам вирус, а бизнес пугает реакция на эту эпидемию. К примеру, если мы возьмем наш город, у нас не только больных нет, у нас даже нет положительно тестированных, но уже сейчас, если мы возьмем бизнес, то, например, такой бизнес, как турагентство, отели, гостиницы, хостелы. Целые сферы экономики, бизнеса. Да, они уже практически стоят на стопе. Если мы возьмем общепит, возьмем непродуктовые магазины, торговые центры, уже падение продаж идет от 30 до 90 процентов. Это о чем говорит? Что, в принципе, еще даже эпидемии в городе нет, а реакция на нее уже очень сильно ударила по бизнесу, и это уже реальность. Говоря о реакции государства, все-таки каких мер поддержки ждут предприниматели и бизнес? На что они могут рассчитывать? Вот прогноз какой? Чего бы хотелось? Чего бы хотелось? Я бы хотел буквально 2-3 секунды сказать о том, что уже предпринято. И о чем говорят с каждым утюгом. О том, что у нас на 3 месяца перенесли выплаты социальных. Не отменили, а перенесли. Перенесли выплаты. Так и арендные платы, если ты арендуешь у муниципалитета, ее тоже перенесли. Вот я скажу, что эти меры, они вообще практически ни о чем. Объясню почему. Потому что, если, например, у предпринимателя упала выручка на 70, на 80, на 90 процентов, а некоторые просто закрылись и платить не ищего, а, как мы понимаем, у многих предпринимателей есть наемный персонал, им нужно платить, да, и если, представляете, да, мы, как факиры, возьмем открутые деньги, чтобы им заплатить, да, то получится, что через 3 месяца мы должны будем заплатить соц. налоги в двойном размере. Откуда мы возьмем это? Вот я думаю, что... То есть заморозка здесь не решает ничего? Вообще не решает ничего, да. Мы же понимаем, что чудес не бывает. Да, да, да. Заморозка на 3 месяца, я вот хочу подчеркнуть, точно вообще не решает ничего совершенно. И по аренде то же самое. Там тоже идет заморозка. Не только мало поддержки еще дали, да, а еще получается, что начали сразу запугивать. Получается, что если предприниматель, например, увольняет из сотрудников кого-то, то сразу пообещали прокуратуру, сразу пообещали налоговую, сразу пообещали трудовую инспекцию. Знаете, так напоминает, как, вот если предприниматель, например, тонет, к ними подплывают на катере эти товарищи и говорят, вот ты тонешь, окей, только давай, пожалуйста, без пузырей, да, иначе получишь еще весло. То есть вот и уплывают, да, то есть вот, в принципе, такая реакция. Все-таки чему бы хотелось, чему вы ждете реальной какой-то поддержки, конкретной поддержки? Я бы что предложил? Я предложил бы такое нормальное компромиссное решение. То есть есть два пути, куда можно идти. То есть государство говорит, окей, ребят, мы понимаем, что вам плохо, но давайте так решим, что мы предоставляем два пакета мер. Первый пакет. Если вы не увольняете ни одного сотрудника, то мы даем, так скажем, пакет А. Я сейчас его перечислю. Если вы увольняете сотрудников, то вы пользуетесь пакетом Б, который гораздо меньше. И предприниматель, он уже задумается. Что может входить в пакет А? Да, вот план А. Да, вот мое мнение, что, безусловно, необходимо сделать кредитование или беспроцентное, или процент должен быть очень низкий. Кредитование юрлиц? Да, да. Кредитование юрлиц. Да, и мы говорим сейчас о бизнесе. Кредитование юрлиц. И чтобы доступ к этим кредитам, он был очень простым. Не то, что сейчас. Сразу здесь мы убиваем несколько зайцев. То есть, во-первых, скажем так, что это не раздаются просто так деньги. Их нужно будет вернуть. Во-вторых, те предприятия, которые работают, и которые используют эти займы, все равно будут платить с них какие-то налоги. И третье, предприятия будут живы. Они не будут увольнять своих сотрудников. Второй пункт плана А – это не перенести социальные выплаты, а обнулить социальные выплаты для бизнеса. Именно в тот период, когда действуют эпидемии. Потому что они составляют очень большую часть заработной платы. Но за счет этого государство должно понять, что эти люди не останутся безработными, потому что я их буду содержать. Третий пункт – это то, что нужно обнулить те налоги, которые не зависят от оборотов. И четвертое – это, безусловно, должны банки и налоговые инспекции понимать, что сейчас ситуация другая. Если есть какие-то просрочки платежей или еще что-то, скажем так, сразу не банкротить, сразу не арестовывать счета. И если идут пени, то пени должны уменьшиться. Ну, включить какой-то режим понимания. Да, конечно. Со стороны фискальных органов и органов исполнительной власти. Я думаю, что как раз вот эти четыре пункта – это очень важные пункты. План Б – то есть, если, например, ты увольняешь сотрудников, в жизни все бывает. То есть, ты понимаешь, что, например, плана тебе не годится, то государство, оно должно уже взять на себя тех сотрудников, которые остались без работы. Вот у нас тоже должна быть какая-то сумма, которую будет выплачивать. Правительство, если будет принимать меры, они должны разделиться еще на два пункта очень важных. Первое – нужно сделать меры, которые очень быстро реализуемы. Вот это очень важные вещи, которые должны понять наши чиновники. И постараться эти меры претворить как можно быстрее в жизни. Правительство, те меры, которые, например, своим указом издаст, эти меры будут шикарные, но если они не будут претворяться в жизни быстро и так далее, то, конечно, прогноз будет пессимистичным. И второе – очень бы хотелось, чтобы в указах правительства было все очень четко. Потому что я посмотрю… Четко, понятно и прозрачно. Да, потому что там, например, пункт про аренду. Что если вы арендуете площади у муниципалитета, то по согласованию сторон… А что по согласованию сторон? Что муниципалитет? Они могут тянуть, они могут говорить не три месяца, там, два месяца или еще что-то. Должно быть очень четко. Ну, сейчас, скажем, конечно, не боевые действия, да? Ну, как на войне, да? Раз, два, три. Руслан, смотри, у меня идея делать передачу на удаленке. Ну, а что, зрители будут присылать видео, интервью будем брать вот так вот по телефону. Как тебе? Слушай, ну, сейчас, конечно, удаленка в тренде, да, но делать телевидение на дистанции – это все равно, что заниматься любовью на расстоянии. Толку не будет. Да, а если еще интернет накроется, ну, тогда вообще всей удаленке кирдык. Ну, слушай, может быть, тогда демография повысится? Ну, я про рождаемость. Не, ну, демография – дело хорошее, да, но если серьезно, то, по-моему, сейчас такой вот момент истины, когда человек может понять, что ему действительно важно, да, а без чего он может легко обойтись. Слушай, мне кажется, что сейчас такой критический момент, когда каждый вообще показывает свое истинное лицо. Ну, вот покажут нам, кто трус на самом деле, а кто герой. Ну, посмотрим. Тебе слово. Честно говоря, парадокс сегодняшнего дня, что нужно поддерживать друг друга, но делать это на безопасном расстоянии. Паниковать не надо, но и глупо не осознавать серьезность происходящего. Потому что нету сегодня в мире важнее проблемы, да что там в мире, в России, чем этот чертов коронавирус. Поэтому главные весенние тезисы 2020 – это здравый смысл, холодная голова и чистые руки. Последние лет 20 каждое свое телевыступление я заканчиваю одной фразой. И сегодня она приобретает особый смысл и значение. Берегите себя и своих близких. До свидания. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова